Друзья, всем большой привет! С вами Ирина и сегодня хочу вам показать свой заказик Faberlic. Это заказ по пятому каталогу 2023 года. И помимо того, что я сегодня хочу вам показать свой заказик, я также хочу еще устроить конкурс. Я обещала, что будет еще один конкурс, потому что подарки уже были заранее заготовлены и сейчас... Нет, наверное, не сейчас. В конце видео я покажу, какие подарки я вам приготовила. А сейчас мы с вами начнем смотреть, что же я заказала. Заказик, честно говоря, у меня в этот раз тоже не очень большой. Как-то у меня в последнее время очень мало заказывают Faberlic. Avon заказывают хорошо, ну, по крайней мере, больше, чем Faberlic. А вот здесь что-то с заказиками не очень. Но в любом случае есть чем поделиться, поэтому давайте начнем. Первое и самое такое большое, что я вам покажу, это у нас Faberlic Home. Концентрированный бальзам для мытья посуды. Это у нас миндальное молочко. Обещает быстро, эффективно очищать посуду от жира, сохранять, защищать чувствительную кожу рук. И рекомендован для детской посуды. У меня сейчас как бы есть в наличии, не бальзам, наверное, гель для мытья посуды. В общем, средство для мытья посуды. Но оно уже заканчивается. Я себе на замену приготовила это средство. Бальзамы никогда не брала. Брала обычные гели, которые были у Faberlic Home в этой линеечке. И в этот раз решила познакомиться с бальзамом, потому что гели именно от Faberlic Home как-то на меня не очень впечатление произвели. Мне больше понравился из линейки Greenlee гель для мытья посуды. И поэтому я, в принципе, как бы хочу с чем-то еще знакомиться. Хочу дать еще шанс Faberlic Home в плане именно средств для мытья посуды. И решила заказать бальзам. Давайте сейчас послушаю аромат, потому что заказик только пришел. Я еще ничего не слушала. Ой, очень приятный. Прямо действительно пахнет миндалем. Прямо очень-очень приятный аромат. И я надеюсь, что, по крайней мере, от запаха я точно буду получать удовольствие. Больше, в принципе, мне по этому средству сказать нечего. Потому что, еще раз повторюсь, что бальзам для мытья посуды я еще не пробовала. Поэтому очень надеюсь, что мне данное средство очень и очень понравится. Так, идем с вами дальше. Следующее, что я вам покажу. Говорила в прошлом, по-моему, в прошлом обзоре. Говорила, что хочу побольше тоже познакомиться с линеечкой UMA. Новая детская линеечка для меня. Не обратила ли я на нее внимание, когда она была в новинках. А теперь, когда увидела, я купила пену для ванн. Сын уже пользуется. Хорошая пена. Единственное, что цвет, так скажем, кардинально не меняет. Хотя пена заявлена как меняющий цвет. И мне настолько понравился внешний вид вот этих всех средств детских из этой линейки, что я решила сыну еще кое-что заказать. И заказала вот такой шампунь. Это шампунь и бальзам 2 в 1 линейка. Повторюсь, UMA. Аромат клубничный. Вот такая зебра замечательная. К хвосту которой привязаны, я так понимаю, воздушные, видимо, клубнички. Давайте тоже послушаю аромат. Не ознакомился еще. Цвет вот этого шампуня получается вот такой вот розовенький. Так. Вот такой нежно-нежно розовый. И аромат у него вкусный. Но вы знаете, аромат немножко все-таки химозный. Вот нет натуральности такой. Хотя я знаю, что Фаберлик славится тем, что есть продукты именно с натуральными ароматами. С ароматами вот этих вот фруктов, которые они заявляют. Здесь все-таки немножко химозный вариант. К сожалению, хотя для ребенка я ожидала, что аромат будет прям, ну, практически натуральный. Идентичный настоящему аромату клубники. И еще одно средство я заказала. И это у нас гель для туша с бананчиком. Вот такая замечательная тоже обезьянка с бананчиком. Давайте послушаю аромат. Так, по цвету давайте посмотрим, какого цвета будет. Ну, такой прозрачный получается. Гелевая консистенция прозрачная. Аромат банана. Такой яркий, очень сладенький банан. Но здесь он более натуральный, чем вот клубничка. Бананчик прям пахнет действительно натуральным бананчиком. Таким прям сладеньким, спелым бананом. А клубничка все-таки немножко химозная. Вот как-то, видите, прям зациклилась я на этой химозности клубники. И уже в который раз вам об этом говорю. Дальше я заказ сделала сама себе. Тоже сама себе. Но уже не для своего сына получается, а в подарок. У меня у племянницы есть дочка. И захотела сделать ей подарок. Кстати, это та же самая линейка Ума. И это у нас получается шампунь и гель для душа 2 в 1. 200 мл. Это уже линейка предназначена с годика. То есть, ну, для самых-самых маленьких получается. И мне тоже хочется протестировать, честно говоря, на аромат. Потрясающая упаковка. Очень такая прям, ну, нежнятина. Посмотрите, зайка сидит весь в пене, розовенький. Кстати, у племянницы тоже девочка. Я думаю, что очень будет актуально. Ну, прям, прям очень нравится. Упаковка нежная-нежная. Упаковочка хочется взять в руки, хочется использовать. Давайте послушаю тоже аромат. Аромат, кстати, практически отсутствует. Это очень хорошо, потому что, повторюсь, что линейка для самых маленьких. И не всегда аромат, ну, наверное, даже чаще всего аромат и не нужен для таких маленьких деток. Самое главное, чтобы был безопасный продукт, чтобы был он таким экологичным, безвредным. И здесь, я думаю, что так оно и будет. Дальше. Из этой же самой линейки я прикупила еще одно средство. Это у нас пена для ванн. Так, давайте правильно посмотрю. Средство для купания малыша травяной сбор. Да, вот, хотела именно такое средство приобрести. То есть, то, что добавляется в ванночку, я тоже надеюсь, что очень понравится. Давайте послушаю тоже аромат. Эту мнейку никогда ранее не заказывал, поэтому не очень. Очень интересно послушать, чем же пахнет. Здесь травками пахнет. Это, наверное, неудивительно, раз заявлено, что травки есть. Кстати, давайте посмотрим, что у нас вообще, в принципе, по составу, какие там травки есть, без одушек, без красителей, не использует СЛС и пробены. Подходит для ежедневного применения. По составу... Так, ну, нет, без перевода, поэтому сейчас сходу вам не скажу, но вижу, что очень и очень много всевозможных экстрактов у данного средства. Так, и третье, что я заказала из той же самой линейки, тоже в подарок, как вы понимаете, это у нас нежный детский гель для очищения кожи и волос. Так, тоже объемчик 200 мл, они все по 200 мл идут. И здесь уже другой зайка, тоже, уже голубенький, тоже весь такой в пене. Так, не поняла, почему... А это у нас что такое? Я думала, что я заказываю что-то разное. Так, посмотрим, давайте, детский шампунь-гель для душа. А здесь нежный детский гель для очищения кожи и волос. Так, получается, это дублированные средства, что ли? Почему так? Я, честно говоря, когда заказывала, я думала, что один это именно шампунь для волос, а другой это гель для душа. Но по факту, если посмотреть, получается, что это продукты практически идентичны друг другу. Шампунь-гель и детский гель для очищения кожи и волос. То есть, то же самое, да, только другими словами. Удивительно, честно говоря, не знаю даже, как это воспринимать, зачем вообще нужно было делать такие дубли. Но, ладно, отдам оба. Пусть они уже решают, каким средством мыть голову, а каким средством мыть уже непосредственно тело. Дальше, следующий продукт, кстати, тоже моя покупка. Это мыло, жидкое мыло от Beauty Cafe. Сейчас у меня в использовании находится жидкое мыло с бананчиком. Потрясающе. Банан у меня, сын, просто балдеет от него. И постоянно, когда надо и не надо, идет мыть руки, потому что действительно ему нравится. Данное мыло нравится, что оно такого желтого цвета. Причем для меня сейчас стало удивлением, когда я увидела эту баночку. Я думала, что они все идентичны, потому что с бананом это все-таки, как вам сказать, крем, наверное, мыло, потому что оно непрозрачное. А здесь, получается, это просто обычный гель. Я думала, что он тоже будет непрозрачным, но вот забыла, я когда-то вроде по себе брала, но забыла, что он именно такой вот прозрачный. Цвет тоже потрясающий у этого средства. И почему заказала именно такой повторчик, ну, грубо говоря, повтор по линейке, но не повтор по аромату. Потому что, еще раз повторюсь, что сыну очень нравится. Я думаю, что он будет от этого жидкого мыла тоже в восторге. Потрясающий аромат, просто бомбический аромат. Все ароматы из этой линейки Beauty Cafe я просто обожаю. Они, вот, ну, не бывает такого, чтобы я помыла, допустим, руки и не заметила в очередной раз, как вкусно пахнет это мыло. Потому что предыдущее мыло, допустим, у меня было вот камей, ну, такой был невнятный аромат, что я помыла руки, даже вообще не подумала, что это камей, не подумала, чем это пахнет. То есть здесь невозможно, невозможно, чтобы эта мысль не промелькнула. Здесь объемчик у нас, так, давайте посмотрим, 200 мл. Получается, данное жидкое мыло, оно прозрачное. Очень все опять красиво сочетается. И крышечка, и этикеточка, и сам цвет вот этого жидкого мыла. Ну, очень-очень красивый. И, мне кажется, любую ванную комнату такое жидкое мыло будет только украшать. И, кстати, вот забыла вам сказать, прошлое мыло, которое я поставила, я не стала его переливать в дозатор свой, который у меня был, а поставила именно в таком виде, чтобы было видно всю эту красоту, все эти краски, вот эта яркость упаковки, яркость самого жидкого мыла. И я думаю, с этим жидким мылом будет то же самое. Так, идем с вами дальше. Дальше следующее, что я вам покажу. Заказали у меня вот такой увлажняющий дневной крем из линейки Гиалуроника. Не помню, было ли что-то у меня из этой линейки. По-моему, не было. Хотя название настолько знакомо, как будто прям на полочках в своей ванной комнате видела. Здесь 50 мл. И линейка направлена, естественно, на увлажнение. Но она, в принципе, так и называется Гиалуроника. Увлажняющий дневной крем для лица. Крем глубоко увлажняет, устраняет ощущение стянутости и дискомфорта, улучшает внешний вид кожи, разглаживает морщинки, активный комплекс в составе крема, смягчает кожу, дарит чувство комфорта на весь день. Вот такой крем заказали. Ничего не могу сказать от себя, так как не пользовалась, не заказывала себе ранее. Но, кстати, упаковочка довольно приятная, довольно симпатичная. Дальше вам покажу уже из декоративной косметики вот такое средство. Это у нас Фаберлик Ньют Иллюжен. И это у нас тинт для лица. С SPF, между прочим, 25. Только что смотрела новый каталог и обратила внимание, почему-то вот прям обратила внимание, хотя это не новинка, на данный тинт захотелось попробовать. Он тоже, по-моему, пойдет по хорошей цене, по хорошей скидочке. И вот сейчас с огромным удивлением я как бы перед видео не копаюсь в заказе, не смотрю, прям сходу вот беру продукт и, получается, про него рассказываю. И с удивлением я обнаружила, что данный тинт у меня находится, получается, в заказе. Естественно, открывать не буду, сводчи делать никакие не будем, к сожалению, так как продукт это не мой, был бы мой, я бы с удовольствием показала, какой же оттенок у этого средства. Дальше у меня заказали вот такой бальзамчик. Кстати, бальзамчики очень-очень часто у меня находятся в заказах, прям каждый раз, по-моему, каждый заказ у меня какой-нибудь бальзамчик появляется. Бальзам очень хороший у Фаберлик, у меня тоже в наличии, в использовании есть. И вот в очередной раз заказали бальзам Фаберлик Гидроколор или Бальм. И это у нас оттеночный бальзам для губ. Так, в оттенке 4766. Тоже все запечатано, открыть вам показать, к сожалению, не могу. Но вот такая красота у меня есть. И следующий продукт у меня выглядит вот таким образом. Это уже линейка Beauty Lab Express Eye Filler. Давайте посмотрим правильно его название. Экспресс-корректор для кожи вокруг глаз. Вот код 0219. Так, посмотрим, что он нам обещает. Эффективное средство для локальной коррекции кожи вокруг глаз. Паментально помогает устранить круги под глазами и мимические морщинки, вернув лицу сияющий, свежеотдохнувший вид. Вот такое средство. Кстати, у меня, по-моему, был. Да, он довольно легкий. Я почему-то думала, что раз заявленный корректор, что он должен быть немножко все-таки поплотнее. Потому что корректор сам по себе, он должен работать немножко по-другому. Не так, как консилер. Но он был довольно легкий. В принципе, неплохой. И в мимические морщинки никакие не западают. И как-то не выделяется, не отделяется именно от тонального крема. Хороший продукт, но мне не хватило в нем плотности. Следующее, что было в заказе, это у нас подводка. Так, лайнер. Longwear Eyeliner Faberlic. Давайте посмотрим. Стойка, подводка, маркер. Вот сразу здесь код указан. Опять-таки, открыть, показать вам ничего не смогу. Вот такая вот подводочка. И дальше у меня идет две пудры. Они, да, в одинаковом оттенке. Посмотрите, заказали у меня два разных человека. И заказали одинаковые пудры. Они у меня одно время очень часто были в заказах, потому что они всегда, практически всегда идут по шикарной цене. У меня такая пудра тоже есть. Я сейчас вам, наверное, прям свою достану, покажу и сделаем такой небольшой сводчик, чтобы было понятно, что за, как вам сказать, что за фактура у этой пудры, да, насколько мелкий помол. Чтобы и я вспомнила. Я, кстати, давно ее не брала уже в свою косметичку. Но они очень красивые и они прям очень-очень, на мой взгляд, дорого выглядят. У них упаковка шикарная. Давайте я вам открою, покажу. Вот так вот выглядит. Так вот камера сразу начала с ума сходить, так как все переливается. И вот так выглядит сам цвет. Вот. Цвет нейтральный. По-моему, самый такой универсальный. Подойдет для практически, как мне кажется, любого цвета кожи. В плане того, что будьте вы пока еще без загара, либо уже загорели слегка. Я думаю, что он подойдет очень-очень хорошо. Именно по качеству могу сказать, что пудра просто шикарная. Так, давайте я вот так вам ее оставлю, чтобы она здесь стояла. И сейчас приготовлю свою. И мы с вами посмотрим, как эта пудра выглядит. Так, вот моя пудра. И, кстати, я забыла вам сказать, что это линейка Glam Team Makeup. Обожаемая мною линейка. Очень ее люблю, потому что продукты там очень-очень классные, качественные. И, ну, все, что я заказывала за этой линейки, все мне безумно понравилось. Поэтому от себя лично могу эту линейку посоветовать. И пудра сама называется Perfect Me. То есть идеальная я, получается. Да. У меня, кстати, оказалась тоже в оттенке 63-64. То есть это тот же самый оттенок. Сейчас я себе перепроверю. Да, совершенно верно. То есть, как вы видите, я себе тоже ее в свое время заказала. И здесь она у меня немножко вот такая вот замыленная стала. Но я в любом случае вам смогу показать. Посмотрите, какая она. Она очень-очень мелкого помола. И она практически просто незаметна на лице. Вот я сейчас распределила. И вы видите, что, в принципе, невозможно понять, что лицо будет запудренное. Она шикарно ложится. Я ее очень-очень люблю. И как-то вот я именно забыла в последнее время. И вспомнила, как раз опять смотрела каталог. Вспомнила, что она у меня есть. Что нужно ее взять в уход. Потому что, ну, честно, наверное, мало у меня вот с таким качеством, с таким покрытием, с таким финишем пудр именно в коллекции. Она прям очень и очень достойная. Ну что, остались у меня только пакетики. Вот такие яркие-яркие пакетики. Я опять себе сказала, люблю отдавать заказы именно в этих пакетах Фоберлик. Они очень яркие, красочные. Так, как бы мне их поставить на фон, чтобы их было видно. Нет, не получится, наверное. Нет, не получается. Ладно, пусть там сзади лежат. Так, ну что, друзья мои. На этом мой заказ закончился. Он подошел к концу, как я вам и обещала. Он такой довольно небольшой, но очень-очень интересный. И сейчас я вам покажу, конечно же, подарки, которые я для вас приготовила. Все условия будут в инфобоксе. Дата, когда будет апреллен победитель. И от вас требуется только поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал на YouTube, подписаться на меня в Дзен. И также огромная просьба подписаться на мой книжный канал. Я там в последнее время, конечно, довольно редко снимаю, но я в любом случае вернусь к активной деятельности на книжном канале. И мне очень бы хотелось, чтобы вы на него тоже подписались. Все. И, конечно же, в комментариях просто указать. То есть никаких ссылок делать не надо. В комментариях просто укажите, что что-нибудь по теме видео. То есть понравился, не понравился заказ. Может быть, что-нибудь посоветуете мне приобрести из Фиберлик. И просто напишите, что хотите поучаствовать в конкурсе. Конкурс только по России. Так как я думаю, что очень дорого встанет мне пересылка, наверное, в другую страну все-таки. Но, в принципе, участвовать могут все. Если у вас есть родственники в России, то, конечно же, вы можете заказать, чтобы я вам отправила именно на российский адрес, а дальше вам уже перешлют. И, кстати, прежде чем показать вам тот подарок, который я вам приготовила, я просто не могу пропустить мимо и не показать вам каталог, новый каталог, который будет действовать, вернее, начал уже действовать 17 апреля и будет действовать по 7 мая. Он такой красивый, он такой яркий, он такой, ну, поистине, по-моему, летний уже. Очень классный каталог. Я его уже пролистала с огромным удовольствием. Удивилась количеству новинок, которые здесь есть. Ее хочется попробовать все. И, скорее всего, в следующем моем заказике, в следующем моем обзоре будет также очень много еще и моих закупок. Так, ну что, оставлю его здесь. Пусть он у меня здесь лежит. И давайте вам, наконец-то, покажу, что же я для вас приготовила. Мои подарки будут не очень большие именно по, как вам сказать, не знаю даже, по весу, наверное, потому что коробочки все маленькие, но очень и очень интересные. Ну что, первое, что будет в моем подарочке, это из линейки It's Clea by Faberlic. И это BB Tint. Здесь 30 мл. Я не буду, наверное, в любом случае делать какие-то свочи, потому что этот подарок, вернее, этот продукт идет на подарок. Он не был закрыт, когда я его, как бы, когда мне его привезли, когда я его получила. Ну, не знаю, будет видно ли вам оттенок вот таким образом. Пальчиком тоже лезть не хочу, потому что это все-таки продукт отправляется именно, отправится, вернее, именно в подарок. Так, как бы это все мне теперь расположить, чтобы у меня все поместилось. Дальше из этой же линейки. Это у нас, опять-таки, It's Clea, как я уже сказала. И это бальзам для губ, манго и маракуйя. Так, вот так выглядит этот бальзамчик. Классный, красивый, потрясающий. Я думаю, что вы в любом случае будете рады его получить. Он очень-очень такой симпатичный. И, в общем, мне эта линейка сама безумно нравится. Просто я знаю для себя, что BB кремы, они для меня слишком-слишком легкие, наверное, да, очень легкое покрытие. Я люблю немножко покрытие более плотное. Поэтому не брала сразу себе в косметику, в свою косметичку. Так, как предполагала, что продукт все-таки, наверное, скорее всего, мне не подойдет. Следующее, что я вам покажу. Вот та же самая моя любимая линейка, про которую я вам говорила. Линейка декоративной косметики. Это Glam Team Makeup. И в данном случае это Stay True. Тоже, вот, прям опять моя любимица. Оттеночек 40876. Здесь это матовая, жидкая матовая помада. Потрясающая пол консистенции. Она потрясающе ложится. Вот такой красивый, яркий оттеночек вам придет в подарок. У меня есть помада тоже из этой линейки. Я ее просто обожаю. И это, наверное, первая помада. Она мне сейчас подходит, к сожалению, к концу. Я сейчас ловлю хорошие скидочки, вернее, жду хорошие скидочки, когда объявится. Я обязательно себе прикуплю, возможно, даже несколько цветов. Настолько мне понравилась данная жидкая помада. Я уверена, что вам она тоже придется по душе. Так, вот так поставлю, чтобы не скатывалось. И последнее, что у меня будет. Это будет та же самая линейка Glam Team. И это у нас подводка маркер для глаз. То есть, то же самое. Здесь немножко просто другого, получается, другой линейки подводка. А это у нас Glam Team. Вот. Она у нас в черном оттенке. Открывать, естественно, не буду. Она вся запакована. Но я тоже надеюсь и уверена, что подарочек понравится вам. Ну что, друзья мои. Очень и очень надеюсь, что подарок, который я для вас приготовила, что он вам понравился, что вы захотите поучаствовать в этом конкурсе. Я буду безумно рада каждому вашему лайку, каждой вашей обратной связи, каждому комментарию. Не забывайте подписываться. Я очень люблю устраивать всевозможные конкурсы, дарить подарки. Ну, мне действительно радостно от этого, когда человек получает от меня подарок. Я не знаю, мне приятно делать подарки. Я, наверное, даже больше люблю делать подарки, а не получать их. Ну и на этом, наверное, все. Еще раз повторюсь, что все условия по конкурсу будут внизу под видео в инфобоксе. Обязательно проходите, читайте, смотрите. Там я все подробненько напишу. И опять-таки про период, когда я буду подводить итоги. Итоги буду подводить я с помощью рандомбайзера, поэтому шансы есть абсолютно у всех. Единственная просьба. Я недавно проводила конкурс, и получилось, что, по-моему, только на шестой, либо на седьмой раз я выбрала победителя, так как у многих девочек были просто закрыты подписки. И, соответственно, я никак не смогла проверить, что человек на меня подписан. Поэтому, пожалуйста, когда вы решите участвовать, проверьте, открыты ли ваши подписки, чтобы я могла это увидеть, проверить, чтобы подарок ушел именно к вам. Потому что вот я даже в телеграм-канале выставила настолько много людей, просто, ну, были буквально прям в шаге от победы, но не получилось. Так как подписки были закрыты, я не смогла ничего проверить. Ну, и напоследок скажу, что внизу также будет ссылочка на регистрацию в Фоберлик. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами работать в одной команде. Все, теперь действительно все. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока-пока.